Как это все будет происходить? Грубо говоря, я сейчас буду писать работу, пояснять комментариями параллельно, как бы, что зачем, как можно, в принципе, подходить, задавать вопросы, если очень, как бы, назрел интересующий вопрос. Я постараюсь отвечать, хотя, честно говоря, когда работаешь, лучше сосредоточиться на работе. Но, тем не менее, общение, я думаю, должно быть. Я напишу работу, и у нас, грубо говоря, такая вот присутствие здесь, тут общение, абсолютно бесплатное. Но кто хочет поучаствовать в выигрыше, тут в розыгрыше, не только картинки, еще у нас вот замечательная наша столярная мастерская CryArt, она будет потом, в том же самом розыгрыше, будут участвовать вот эти призы. То есть эти палитры и тютники для художников, они тоже будут разыграны. Как это все будет происходить, у нас есть вот там вот коробочка замечательная, вот, и, ну как, благотворительный взнос или лотерейный взнос. Вот, 300 рублей туда кладете, получаете, вот у нас Лена, она будет выдавать лотерейные билетики, вот, писательные, и корешочек будет оставаться у нас, потом эти корешочки будут доставаться и будут, как произведен розыгрыш. Да, конечно, полнорос. Внимайте, это для этого, в общем-то, и сделано. То есть, картинку я выбрал, такую солнечную, южную, для того, чтобы, ну, как-то, надо немножко больше тепла, немножко больше солнца и, ну, как, поднять количество тепла в организме и вообще в городе. Я буду работать с фотографией, но, пускай вас это не пугает, потому что фотография прекрасный метод для консервации эмоций и воспоминаний, потому что нельзя все сразу запомнить, вот. А в процессе фотографирования ты, во-первых, запоминаешь, что и как происходит, ну, как бы, то, что тебе понравилось, а во-вторых, ты сразу можешь компоновать, то есть, для себя облегчать задачу устраивать себе композицию, которая, ну, которую потом будешь писать. И, допустим, старые художники делали, когда не было фотоаппаратов, телефонов, они просто рисовали на бумажечке. То есть, пришел, увидел что-то, понравилось, но писать, там, рисовать у тебя нет вообще сейчас никакой возможности. И человек брал баккнотик и карандашиком зарисовывал для себя основные моментики и потом надписывал. Это серо-голубой, это зелено- там какой-то оранжевый, то есть, для того, чтобы, вот, вот, действительно запечатлеть, ну, как бы, самые основные цветовые моменты. Вот, делать тебе такую подсказочку. В данном случае, эта фотография, вот, фотография, конечно, не передает той легкости пейзажа, той легкости пленера, того, ну, как бы, того полного кайфа, который окружает нас на натуре. Но эти все вещи, они изучаются. Изучаются, когда ты долгое время провел на пленере, как бы, очень много наблюдал, очень много анализировал с натуры. Ты эти вещи запоминаешь, просто-напросто, как бы, понимаешь законы распределения света, света, как оно все живет, как оно все работает друг с другом. То есть, и когда ты уже, ну, вот, допустим, чем плоха работа с фотографией, когда у тебя нет опыта, ты просто начинаешь перерисовывать вот этот, все эти, тут синенький, тут синенький, тут красненький, тут красненький. И у тебя, получается, не картина, а раскраска. Но когда ты уже, грубо говоря, оброс каким-то опытом, у тебя есть какие-то знания, навыки, ты понимаешь, что... Как бы, не сказать, ну, просто и чувствуешь это, и делаешь отбор. То есть, это мы пишем, это мы не пишем, это должно быть светлее, это должно быть, тут будет блик, как от домика, рядышком находящегося. Как все предметы друг с другом живут в пейзаже, как они работают друг с другом. То есть, ну, как бы, насмотренность опыт, вот тогда ты уже спокойно можешь работать с любой фотографией и просто получать от этого удовольствие. То есть, и со временем фотография является для тебя просто каким-то толчком, от которого ты начинаешь работать. Ну, чем я и собираюсь сейчас заняться. Подходите, да, кто утонет, может присесть. Очень важно правильно мыслим не только лодочками, домиками, морем. Мы мыслим пятнами. В первую очередь, как бы, чтобы работа хорошо смотрелась, она должна, пятна должны быть, как бы, балансированы, вымерены. В данном случае я вижу, что вот тут, как бы, пространство должно быть разное, не должно быть повторения, скуки какой-то. Процесс не быстрый. Потому что хочется, как бы, сделать не просто шлепнуть картинку, а хочется сделать что-то приятненькое, так как в конце каждый художник ставит под этим, под своей картиночкой свою фамилию. А это, значит, что-то вроде клима, соли. Что я отвечаю за качество? В смысле? То есть, понимаете, как бы, сразу думаешь о... Да, я тем более картинку взял, которую я знаю, потому что если бы я взял еще мотивчик, который, как бы, я увидел в первый раз, то есть, представляете, мне приходится и говорить что-то, и работать, а мне, как бы, мозг однозадачный. Либо одно хорошо делаешь, либо второе, либо ни одно, ни второе. Так как, мне кажется, будет лучше, так, чтобы было, ну, как бы, баланс 5 работал лучше, чтобы, как бы, внутри холста происходило какое-то движение, какие-то, ну, линии, которые все работают на благо общей работы. То есть, каждое пятно, нахождение каждого пятна имеет, как бы, свой... Да, оно находится на своем месте и хорошо сбалансировано, и хорошо работает с остальными пятнами. КОМ obожием, поэтому нет. ПОДПИШИСЬ! КОМ обожием! КОМОБИЯ! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Без этих штук никак. Ну да, какие-то железячки. С чего надо начинать писать? С самого понятного. То есть, ну, на самом деле это журничество, потому что уже начинать, процесс письма уже начин, начат, был начат, или как-то, в общем, все уже давно началось, когда была сделана тонировка, то есть это тонированный грунт для того, чтобы облегчить задачу в плане того, что если бы мы писали на белом халте, это сложнее. Как бы письмо на тонированном халте, как бы уже тут есть какая-то цветовая, какое-то цветовое начало. Ну, да, то есть чего-то начато уже. Начнем с домиков. Они у нас более-менее акриловым грунтом сонетовским. Он белый, он белый-белый, а его я уже протонировал красителями. Промахнулся, не добрал, точнее, тепла не добрал, оно лезет оттуда, потому что этот домик, на самом деле, в нем есть и тепло, и холод, то есть снизу он теплее, кверху холоднее, потому что небо дает свой рефлекс. И такая градация света, она в природе есть всегда. Вот надо научиться ее наблюдать, надо научиться ее видеть. Вот, вот он, более такой вот. Тень гораздо более плотненькая. Благодаря плотным теням свет начинает работать, становиться светом. Пока нет одного, не будет другого. Субтитры делал DimaTorzok На сколько теплее начинается найти? На 25. На 25. Два. 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 Куда. Два. 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 Я не знаю, оно как соберется. Это живопись, это ж конструктор. Ты его каждый раз собираешь на живую. И чем больше у тебя практики, тем больше шансов, что соберется не криво. Сейчас просто происходит закладка основного, тонового и цветового камертона. Потому что дальше уже все будет... То, с чего ты начал, ты все равно будешь подвязываться к этому. Начнем сцать от кусочка. Смотрите, ставим еще чуть-чуть более плотную тень, и это начинает светиться уже. То есть, маленькие родичьиства. К сожалению, уметь надо все, и достигает это только упражнениями. Ну так, спрашивайте. Да, я смотрю, что у тебя есть вот, 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 вот. А это, да, это самое. Да, но никто нас не заставляет его нарисовать, и... Да мы это, там, мы, как сказал один мой знакомый, да я бог в этом мире. Вот. То есть, да, мы можем делать там, что хотим. Не боимся перевирать, не боимся... И... Потому что никто никогда не придет и не скажет. А было-то не так. И вот к этому кусочку домика, который мы уже, ну, назвали, пишем заборчик. Вот этот вот. А он-то отличается. Он-то похолоднее чуть-чуть. И потемнее. Ну, я промазал сейчас в цвете. Немножко ног. Мы потом просто вклавим одно в другое. Ну, да, раскисочка носа же запачкана. Ищем места, куда бы ее хорошо приложить. Вот. Где она приблизительно подходит, тонет, светит. Ну, потом, конечно, мы будем все это модулировать. Мы будем анализировать, как оно... Это пятно подходит. В общем, держится она, не держится. На дописателе и так-то идет. В общем, процесс живой, увлекательный. Что-то разминаем сейчас. Домик у нас пока не живой, а карамели на выкрашены какой-то. Сейчас мы добавим. Сиропа нужного. Ну, просто он должен быть теплым, но я все-таки... И очень тонко. Очень тонко он должен быть сделан. Очень прям на грани, чтобы мозг ломался. Это краски в тюбиках. Абсолютно не имеет роли. Не играет роли. Абсолютно верно. То есть, каждый подбирает для себя свои краски. Допустим, я пишу очень много, как вы видите, для одной картинки можно... Ну, как бы... Таким много краски, а, соответственно, краски я не могу брать, которые там дорогущие-предорогущие. Потому что ведут они себя потом со временем, в принципе, где-то одинаково. Они из одной бочки все наливают. Нет, оттуда же, оттуда же. Просто... Да, любимый мой вид спорта, это попускать слюни в красочном магазине и... Ну, нет, ты вот потом выходишь, считаешь, потом понимаешь, что считать уже нечего. Опять же, в этой... Вот черепица... Вообще, ну, как бы, как я понимаю, на росту следующий собрался. И согласиться со мной, что писать черепицу — это полная вешалка. Это... Она сложнейшая, допустим, особенно еще старая черепица. Она где-то помшела, потемнела, потрескалась. И в то же самое время она обладает своим таким насыщенным цветом. Где-то такой ярко-оранжевый. Но при всем при этом она повернута к небу. И по ней скользит блик от неба, который снабжает ее холодом. И она не будет чисто оранжевой надлой. Поэтому мы возьмем и прогладим холодом. Что в данном случае будет холодом? В данном случае холодом явится вот эта розовая краска. Но при работе с ярко-оранжевым... ...оно дает жизни... Вот те законы, о которых я говорил, что их надо знать, их надо как бы учиться, подсматривать у натуры. Ладно, хватит тут уже развлекаться. И напишут... А, у меня еще есть чистая кисточка. Прекорат. Так, мы вот пишем. Эта лодочка, она у нас... Какой-то очень теплый. Теплого синего цвета. А вот этого... Вот эта вот лодочка. Холодного цвета. Нет. Теплая это не краска. Теплая это... Теплая может быть... Можно вот этот вот краплочок жахнуть. Можно... Чего угодно. Хочешь зеленую теплую ввести, добавишь сиены, к примеру. Это более холодная. Теплая может быть... Но тут они по-разному раскрыты. Ну вот, и солнце... Мне показалось, что так лучше. Легкая художественная бронировка. Которая везде должна присутствовать, если она идет на... Усиление. Эмонты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не всегда что-то отвратительно, так что надо к этому привыкать А по временем смиряешься и просто начинаешь танцевать вокруг холстика Когда надо закрыть большую плоскость, пользуйся, а вообще разбавитель он не нужен Потому что когда разбавителя много, ты не сможешь красиво вплавить одну краску в другую Я извиняюсь за терминологию, как в соплях все будет течь Не дай бог вы добавите масло в разбавитель Я не против масла, ни в коем случае не подумайте Это прекрасная вещь Масло, оно как разбавитель для масляных красок Оно хорошо подходит, но у вас кисточка будет скользить постоянно Вы не сможете втусить один мазочек в другой, положить его То есть тут-то я говорю, когда без разбавителя, красочка начинает напоминать пластилин Вот И там, когда идешь А так смотрел Нехорошо, надо тут эту полосочку поддержать Поддержал Штудыч Очень Нет, это каски из тюбиков, уже готовые замесы Вот, они помогают в работе Включитесь рисовать, это вам поможет Это, я вам лучше порекомендую вот эту, эта красочка получше, это серая гамма, она так и называется, серая Вот, гамма, это прекраснейший свет Это, вообще, аналог белил, но темный Вот Прекрасная Только она светлая Она теплая и светлая Вот 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 аналог ее Ну, это не она Наверное Очень похоже, то есть Все краски хороши, все зависит от того, что ты умеешь с ними делать Ну, еще Китай есть, не надо забывать о нем Ну, когда знакомитесь с незнакомой красочкой в первый раз, вы откройте пробочку и понюхайте, чем там пахнет Иногда пахнет дикой химией, иногда пахнет вполне себе нормальным маслечком Ну, чем мы рискуем, мы просто рискуем, что в этой краске будет маленькое содержание пигмента Если там с пигментом все нормально, ну, дешевые краски, почему и дешевые, потому что в них не докладывают пигменты На процессе письма вы сразу, не отлисировочные, а звездочки Звездочки? Это светостойкость, это другое почти То есть, опять, в отношениях света Вот у нас есть оранжевая крыша Если вот посмотреть сюда Эта краска, в общем-то, не голубая Ну, с очень сильной натяжкой она будет голубой Но когда мы ее положим сюда Она уже будет смотреться голубой У нас есть оранжеваяравда Но нет у них около 4% Ну две Вот у нас есть оранжевая Ну, понял, Сталик, не скучно, а мне-то интереснее все, я не знаю, что вообще дальше будет. Конечно, можно смотреть на три вещи, как течет вода, как горит огонь, как кто-то работает. Да, идеальное место пожара. Не, вы сразу видели, насколько это немножко не из-за этого пейзажа, оно рвет, мы его потом постараемся не забыть и сделать пополоднее. Крафточки экономим, собираем в красивые штучки. А что там здесь-то? Мы сейчас можем это сделать. Субтитры сделал DimaTorzok У меня еще не начались судороги, не переживайте, просто я ищу, ну, грубо говоря, ты пишешь в голове, ты делаешь мысленный мазок в этом месте, анализируешь, как он будет работать со всеми остальными масками. То есть ты пишешь сюда, 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 то есть, так как мы не в компьютере, и шаг назад мы отмотать не сможем, ты просто как бы виртуально для тебя пишешь, тут пятно, тут пятно, нет. И вот смотришь и думаешь, хорошо это пятно сюда, нехорошо, подбираешь ему место. Ну, я там темненьким написал, оно снизу лезет, ну и контрастик смазали, ну и так вообще проверил, умею ли параллельные линии проводить. Ну, смысл, я не собирался зеленым рисовать сегодня. Хочешь сделать зеленое, замешай желтое с черным. Ну, вообще-то в отношениях, то есть, может, зеленое писать можно даже без, без него. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что начнем через 5 минут. Прекрасный средний этюдник настольный достается номеру 20. У тебя один это есть, более второй. Прекрасная малая штука. Это нормально. Достается владельцу номера билета. Номера билета? Номера билета? Три. Подогрел? Большой этюдник настольный достается владельцу билета. Номер 55. Номер 55. Номер 55. Номер 55. Номер 55. Один. 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 Два. Вот это. Спасибо. Спасибо большое. Ого. Какая непредпущенная. На караевском практически не видно. Да. Маскируется, не виновится, прокинули и пошли. Очень полезная вещь. Носитые въезды. 73. Два. Цветок. Три. Цветок. Ты точно. Ты точно не нырешь. Я большую цифру на ней. Средняя палитра. Достанется владельцу билета. Я сглазим. Делаем. Нечаянно оказалось. Один. Прекрасно. 37. Семь! Видите, у меня подарочек! Поздравляю! Поздравляю! Разрешите представить. Новинка уходящего года — Мальфертная Полинша. В нее вот в эти пролези крепятся съемные ушки. Вот такие вот. Ее можно и выше, и ниже сделать. Ее вешать на разные мальферты, на уровень разного разъема. Это как бы новая, так сказать, линейка наших палитр. Палитра мальфертная. Вот такая прекрасная. Достается кому-то, сейчас достанется. Прекрасная! АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! Татьяна, которая долго из дома у нас. Поздравляю! Поздравляю! Вот приехал. Ножечки в сезон. Ну что ж. На этом мы разыграли все. Можем, конечно, и нечки. Да. Спасибо. О! А Танечке мышки подарили. Ну, Мальферт, это разлыли. Ножки мои, Наташа, как мало. Спасибо. Прекрасно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Прекрасно. Спасибо.